Всем добрый день! А можно чуть-чуть ярче сделать? Ну, пока мы тут ходим. Всем привет! Меня зовут Дима и мы сегодня поговорим про разработку приложений для Chrome OS. Кто вообще пользовался Chrome OS? Это, да, это такой... Я, в принципе, его недавно поставил, то есть у меня Mac и для того, чтобы оно по-человечески работало, вам нужен Chromebook и когда вы скачиваете Chrome OS, вы можете его поставить для VM-варки. Вы скачиваете образ, в VM-варке запускаете, он загружается, потом пробует себя апдейтнуть и говорит, все окей, я последней версии, хоть он был скачен, по-моему, последний билд, который есть для VM-варки, это билд апрель 2013 года. И ты его скачиваешь, он все грузится, все классно, заходишь на App Store их и он тебе говорит, дружище, у тебя старая версия Хрома. Иди скачай новую версию Хрома. Когда ты идешь скачивать новую версию Хрома, он тебе предлагает скачать версию Хрома для Debian. Ты так, окей, попробуем, скачиваешь версию Хрома для Debian, пытаешься поставить, говорит, дружище, что ты от меня хочешь вообще. Поэтому на вертололке Хрома очень плохо работает, его можно только поставить и пощупать. Ну, значит, у нас будет презентация во мраке. И в это время есть Хрома. Что такое вообще Хрома, почему он был создан? Философия, которую Google вкладывает в свой Хрома, это в том, что большинство пользователей, когда запускают компьютер, они, в принципе, не пользуются большинством программ, которые там есть. Никому не нужен там, ну, мы говорим для обычных пользователей, да, никому не нужны ни систем-менеджеры, ни терминалы, ничего-ничего. В основном все, когда запускают, вот у меня, например, мама, да, она, когда запускает, она сразу запускает интернет и все. Ей больше ничего не надо. Но компьютер, когда мы загружаем, он грузится так дофигища времени. Особенно, если у вас девелоперский, к примеру, компьютер. У меня МАК грузится около 5-6 минут. Это вопрос? У меня старый МАК, да, грусть. Вот. И Google сказал, нафига вам все остальное, нафига вам остальные программы, мы хотим дать вам ноут, который очень быстро грузится, и там есть только интернет. Браузер, Хром. Да. И, в принципе, так у них и получилось. Они начали работу над ним достаточно давно. Как ядро они взяли Linux, по-моему, по-моему, Debian как раз. Они взяли его ядро, повыкидывали все ненужное, нужное, то, что они посчитали важным, совсем выкинули. У нас презентация во мраке будет, да? Ну, ладно. Вот. Они повыкидывали все, что считали ненужным, это интеграция со старым хардвором, с floppy-драйвами и тому подобное. И поверх поставили, мы поговорим про архитектуру, поверх поставили. Chrome вы загружаете и грузится только Chrome. Вообще, классно. Он даже на виртуалке грузится около 15 секунд у меня. То есть, от Rosetta до логин-скрина. До входа в логин-скрин. То есть, если у вас длинный пароль, может быть 17 секунд. Google начал разрабатывать это в 2009 году. Вернее, они сказали, что, так как все у Google open-source, полу-open-source, да, они сказали, что все это базируется на Chromium OS. Так же самое, точно так же, как Chrome как браузер базируется на Chromium. Это open-source браузер. Вы можете скачать его, подредактировать, скрутить свой билд. Ну и, короче, сделай свой Chromium с Blackjack и Notepad. Потому что в реалиях в Chromium ничего нет. Вот классный график, на котором видно очень четко архитектуру Chromium. И мы поговорим немножко. Итак, первое у нас, собственно, то, что мы видим. То, что грузится, это, как обычный UI для любого, для любой операционной системы. Есть Windows Manager, который разрешает вам открывать несколько окон. Несколько окон, собственно. В котором вы будете располагать HTML, JavaScript, CSS, контент, который рисуется с помощью OpenGL. Внизу JavaScript V8, Flash, Media Player и тому подобное. Ну, то есть, Chrome и Chrome. Дальше идет само ядро. Собственно, графика, ванильный их Linux kernel и системные библиотеки, плюс куча драйверов. И вот тут вот, вот, как видите, я даже не могу прочитать, что здесь. Здесь их наработки. Первое, это Recovery Firmware. Это штука, которая, когда вы грузите Chrome, проверяет или Chromium. Когда вы грузите Chromium, проверяет или Chromium ок или не ок. Если не ок, то он его берет и просто восстанавливает какой-то определенной версии. Верифайт бут, так как Chromium, как и все вообще операционные системы, вы заметили, сейчас, когда что-то говорится, все всегда говорят, мы дизайним это с мыслями о security. Собственно, у них то же самое. Мысли о security, whatever это значит. Они проверяют, или никто ничего не дописал, или нормальный бут, или никто никакие системные дорожки не переписал. Короче, много уровней защиты. Ну и fastboot, это оптимизация загрузки компа, оптимизация загрузки самой операционной системы, чтобы все грузилось быстро, классно и не скрипело. И так как они сами заявляют, что мы повыкидывали интеграцию с кучей Legacy-хардваром, все происходит очень быстро. К примеру, у вас не будет Chrome OS с floppy drive. Если кто мечтал, sorry. Это не для вас. И security, то есть любая аппликуха, которая запускается, она запускается в своем процессе. Отдельный процесс, отдельный сред не имеет доступа к другим средам. Все данные мы храним же в клауде. Если вы чего-то сохраняете, все это частично, оно инкриптится, частично нет. Ну и security in mind, whatever это значит. Теперь про apps development. Собственно, когда вы разрабатываете, то же самое, что вы разрабатываете вебапы для Chrome. Кто-то разрабатывал вебапы для Chrome? Уже есть несколько человек. Ну вот, собственно, вы умеете разрабатывать аппликухи для Chrome OS. Какие типы аппликух мы вообще можем разрабатывать? Тут ясно видно. Мы можем разрабатывать вебапсы, мы можем разрабатывать экстаншены и нативный клиент. Нативный клиент это... Мы поговорим, это вы можете использовать C+. Кто-то когда-то запускал, допустим, FromDust с Chrome. Так, давайте по-другому вопросу. Кто-то использовал вебапы Chrome? О, пару человек есть. Но на самом деле, если вы туда зайдете, вы увидите, что там достаточно много игрушек уже, достаточно много разных приложений, и, в принципе, игрушка в основном это native client. За редким исключением, я бы сказал. Итак, нас интересуют экстаншены, это когда вы запускаете Chrome, вот сбоку есть там adblock, все ставят adblock. Вот это экстеншен. А вы все время руку держите прямо, вы всегда ее поднимаете. Итак, то, что Google сам называет вебапы, это Chrome Packaged App. Это вот тут у меня должны были быть разные цвета, но я не знаю, или они сейчас будут. Что внутри? Ваш HTML, CSS и JavaScript контент, но при этом, когда грузится аппликушка, нет адрес-бара, никакого browser UI. То есть она грузится, как обычное нативное приложение, и вы, в принципе, сразу и не скажете, или это вебапликуха, или это аппликушка, или это, ну, обычная аппликушка. Тут написано, да, на самом деле там написано, что у нас будет limited web API, потому что, ну, к примеру, не работают алерты, нету local storage, какой-то еще другой беды нету. Сейчас будет вообще классно. Также Chrome предоставляет свой extended JavaScript API, то есть, если вы использовали алерт, будете использовать Chrome, чего-то там, алерт. Но это будет уже алерт, который выглядит не нативно, а не как вебовский алерт. Bluetooth, ну, интеграция с Bluetooth, с networking, с Wi-Fi, с сокетами. Networking у вас может быть по всем известным протоколам, то есть это TCP, UDP, что-то там еще. Опять же, интеграция с USB, с USB-шками, если вы вставите USB-флешку, вы сможете смотреть ее контент. Ху, дальше. Offline first. Вот это видно. Все плекухи считаются offline first, то есть они скачиваются на сам Chrome и запускаются в оффлайне. Есть несколько API, которые вы можете использовать для того, чтобы кешировать данные. Это обычный storage или же sync storage. Если вы записываете что-то в sync storage, то если пользователь, допустим, запускает аппликуху на другом компе, то данные будут синхронизироваться между компьютерами, то есть между аппликухами. То есть вам даже делать особо ничего не нужно. У, так лучше. Такой приятный интим. Вот, storage API, про который я только что рассказал. И самая большая... Нет, так плохо. Парам-парам-пам. Парам-парам-пам. Выключи эту штуку. Давай мы сделаем как в настоящем кинотеатре. И вон ту. Съемка в кинотеатре запрещена и преследуется законом. Вот, собственно, storage API. И, как всегда, во всем вот этом вот хорошем есть огромный жирный минус. Это правило security. Это такая огромная штука, которая вам запрещает использовать очень много классных фиджио-скрипта. Вы не можете использовать и фреймы. Вы не можете использовать и валы. Вы не можете использовать new function. Вы не можете кучи всего использовать. Все это сделано для какого-то... для протекшена пользователя, чтобы вы в свою аппликуху ничего страшного не записали. Не написали никакой код, который они не смогут проверить, а вы потом и валом запустите. Но при этом есть веб-вью. Веб-вью позволяет... Это отдельный таг, который позволяет вам использовать ее а-ля и фрейм, но при этом ту страничку, которую вы будете грузить веб-вью, она будет запущена в отдельном от вашего приложения процессе, даже потоке. То есть у нее будет свой сэндбокс, и даже если вы запустите там какой-то страшный вирус, то он будет сам с собой. Даже не будет иметь доступа к вашей аппликухе. Ну, естественно, Web API, JavaScript, JSON, XML HTTP request, индексы DB, все это вам доступно. Надо было меньше картинку сделать. Что такое Application Lifecycle? Как видите, он достаточно богат. Вы можете знать, когда аппликуха открылась и когда закрылась. Вот. Собственно, в своей... в архитектуре Chromium вот эти вот все документы написано, что возникает он launch, и вы можете создать окно. Если окно не создано, значит аппликушка закрывается. Я на самом деле не очень понял use case, когда нужно аппликушку, когда окошка нету, чтобы она сразу закрылась, кроме вы, наверное, дурачок. Но вот такой Lifecycle. И давайте немножко, как написать аппликушку. Не включайте, вас током сейчас стукнет. Все начинается с... У Гугла какие-то проблемы с манифестами, потому все начинается с манифестов. И тут тоже должен быть манифест, это json. В манифесте очень-очень много настроек, на самом деле. Это только частично. Name. Внезапно имя вашей аппликухи. Description. Версия вашей аппликухи. Manifest.Version. Для всех Chrome OS теперь manifest.Version должен быть два. Если вы поставите один, ничего, наверное, не будет работать. А плюс вы прописываете все скрипты, все ресурсы вашей аппликухи, которые должны будут... должны... должны загрузиться перед стартом аппликухи. То есть у меня это просто один джиоскриптовый файл. Но если вы используете, к примеру, Angular или еще какую-то беду, все вот это вот здесь надо будет прописать. Ну и иконки. Иконки обязательно должна быть 128 на 128 и 16 на 16. 128 на 128 она будет использована для аппстора, чтобы отображаться. Ну и плюс, чтобы она красивенькая, когда вы заходите на табу Chrome Apps, рисовалась иконочка. Background.js. То есть мы, как видите, мы сразу ловим event on launch, мы добавляем туда listener и создаем window. Ну, по-моему, код достаточно сам себя описывающий, но если вы хотите, мы загружаем main.html и выдаем границы окна. То есть границы окна вы тоже можете изменять, какие хотите поставить. И самый сложный файл это main.html, который должен вывести hello.gdg. Так-то у меня демо писал, но потом мне Виталик вчера позвонил, сказал никакой демо, потому что ноутбука не будет. Я в доке не прочитал. Вот. И, значит, что у нас в результате получится? Вот. Мы заходим на табу аппов. У нас есть офигенный чеширский код, который говорит hello.gdg. Если мы запускаем, вот там вот написано hello.gdg, но я не мог учесть, что его там не будет, но он там есть, я вам честно обещаю. Вот. И немножко про native клиенты. C++ везде, и вы можете использовать огромное количество API, огромное количество библиотек, плюс ваши кроссплатформенные библиотеки на сях, которые вы можете использовать в вашем веб-аппликейшене. Ну, на самом деле, я вам честно скажу, выглядит достаточно удобно, но для меня все равно как-то запуск 3D-игр в браузере все-таки каким-то кощунством попахивает. Но все же вы можете это делать, и очень многие это делают, потому если вы зайдете на посмотрите игры, то вы найдете, что достаточно большое количество игр уже портировано, чтобы запускаться с вашего браузера. Ну, как-то так. Кстати, там игр больше, чем на маке в целом. И когда использовать вот это? В случае 3D-геймсов, если вам нужен мультимедиа эдитер какой-то, где вам важна скорость, где вам важны какие-то расчеты сложные, клиент-сайд дата-аналитики и интерактивные симуляции, то есть, если вы что-то такое хотите показать, вот у меня, допустим, дипломное было распространение огня во время взрыва в урановой трубе. Я на самом деле не знаю, зачем кому-то что-то взрывать в урановой трубе, но вот с помощью этого вот C++ я могу это показать в браузере. Собственно, это все. Я буду рад ответить на любые ваши вопросы, если есть. И спасибо за внимание. Так, я в 20 минут ложился. у хрома есть, если вот тут посмотреть, у него есть свой namespace команд chrome-app, и в них есть, допустим, уже использование USB. То есть, все там встроено, да? Да, да, все встроено, там под низом 100% все плюсы, так что вас не заставят писать. Но вы можете сами написать такую штуку с нативными компонентами. Спасибо. Еще? А можете кричать, потому что я не вижу на левый глаз. А как сейчас обстоят дела из документации? Потому что в одно время ктики обновилась до API 2, все экземпли остались для 1, а для 2 ничего непонятного, как там писать новое. А что там непонятного? Есть описание API, описание API-классов, читайте, делайте. Ну, я именно скачиваю экземпли, и они не запускались, потому что они старые остались. Ну, не скачивайте экземпли. На самом деле, вы просто почитаете код, и там все описано. Вероятнее всего, вам нужно просто манифест-версию поменять, и, скорее всего, оно запустится. Не, все не было так просто. Ну, окей. Ну, я даже не знаю, мне стыдно за Google, вот честно. Ну, а сейчас документация достаточно хорошо описана, появилось очень много интересных блогов, которые пишут про разработку вебапов. Ну, на самом деле, технологии Google никогда не славились отсутствием документации, потому что, если ее не было, то люди ее сами писали, колупали, и все было, в принципе, очень ок. Спасибо. Не за что. Можно я давать вопрос? Да. Я не вижу, кто это задает. Я тут. Привет. Привет. Какой смысл мне писать апп именно под Chrome? Потому что, если я вот использую это Chrome, я не могу, типа, он не будет работать, iOS, он не будет работать. Какой мне район плюс этого? Ну, во-первых, во славу сатане. Ну, то есть, как, во-вторых, вы просто пишете свои приложения, которые будут распространяться еще в одном маркетплейсе, да, то есть, если у вас веб-приложение, вы можете сделать его доступным в офлайне для ваших пользователей через вебапсы. Во-вторых, пример очень классный. Кто-то знает про наш стартап такой LikeStore? Ну, короче, отличный стартап, который следит за вашими фейворицами в Твиттере, старами в Гитхабе, лайками на Фейсбуке, и они написали небольшой экстеншн для Хрома, который вы ставите, который помогает вам серчить, помогает смотреть через Google результаты, и через экстеншн он просто сразу кидает, или есть у вас по такой теме лайки. Очень удобно, очень классно, то есть, вы можете через экстеншн, ну, это не вебап, это веб экстеншн, хром экстеншн, вы можете редактировать дом контент и добавлять какую-то дополнительную пользу для вашего пользователя? Я ответил? Может быть. Вам просто тому не понравилось? А вы можете так сказать? А, да. Если так сложно. Так, а я повторю. То есть, если я правильно понял, у меня есть веб-приложение, допустим, и оно будет работать в оффлайне везде, где есть хром, то есть, фактически на любой платформе? Да. И без всяких модификаций? Нет. Ну, такого счастья не бывает, но куда же без всяких модификаций? Ну, хром же, он везде, хром же, на линуксе, допустим, что на андроиде, что на виндоксе. хром будет, ваше веб-приложение будет работать на хроме, на виндоксе, на маке, без каких-либо особых проблем. Ну, это джаваскрипт и html, но внутри V8 и... И в оффлайне. Ну, в оффлайне все же зависит от вашего приложения, естественно, но если вы там пишете, не знаю, крестики-нолики, они будут классно работать, когда пользователи их установят. Он, Angry Bird же, работает. Еще вопросов? Да, там я вижу, рука махает. Микрофон. Есть возможность использования таких технологий, как CUDA и другие? Вот тут я вам, честно говоря, не помощник, потому что, честно скажу, не знаю. Тем более, я как-то CUDA с хрома что-то даже не задумывался. Но вы можете попробовать. Ну, так, если они используют WebGL для прорисовки 3D-графики, то, ну... Ну, давайте я сейчас скажу, возможно, да, но я не знаю, честно, я не буду вам врать. Я думаю, что можно. Спасибо. Ну, наверное, с танцами какими-то. Еще вопросы? Ой, тут есть вопросы. Так, я вот тут... Так лучше видно. С точки зрения работы с данными, вы говорили, что нет доступа к Local Storage из приложений, да? А это означает, что только сохранение на бэкэнд сервера, правильно? Нет, нет, нет. Я сказал же, есть Storage API. Во-первых, есть Storage API для синхронизации данных и просто для вашей записи. А во-вторых, есть индексы DB. Записывайте, сколько хотите. А, индекс DB доступен. Ясно. Индекс DB есть. Спасибо. Если вопросов больше нет, я тут хожу, можете подходить, задавать вопросы. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok